Бимка, вы уже, наверное, в курсе, где я нахожусь. И, понимаете, я не могла уехать и оставить вас без присмотра. Поэтому я там, находясь, буду работать с вами. И я не могу пропустить нашу планетарную проходную, ну, либо, как вам привычный, коридор затмений, без нашей работы. В этот раз у нас будет несколько иначе. Вы знаете, что я разделяю. Новолуние – это мое родное. Коридор затмений – это другая работа. И полнолуние – это уже третья работа. В этот раз все будет несколько иначе. Почему? Потому что я буду находиться в изолированном пространстве. И я буду находиться максимально близко с природой. И высокая концентрация будет внутри меня и вокруг меня. Поэтому в этот раз я делаю общую работу. Новолуние – коридор затмений и полнолуние. С 14 по 28 октября. Поэтому, что хочу сказать. Делайте самостоятельную работу. У вас есть уже опыт очень-очень большой. Так сложилось, что у нас коридор затмений начинается с солнечного затмения 14 октября. А это один из любимых моих дней, вы знаете, Покрова Богородицы. И все в курсе об этой, наверное, истории, что когда был большой-большой конфликт в Константинополе, и образ Богородицы проявился, она сняла с себя, платок он по-другому называется, Покрова, и вот так остановила битву. Так вот, совпадение или нет, но так работают энергии. Вот высокая степень напряжения идет, где нужно научиться правильно выстраивать, избегать конфликтов, правильно решать вопросы с партнерами. И у нас эта ситуация как раз в солнечном затмении будет активна. А теперь смотрите, что происходит. Ведь самый большой конфликт у нас происходит внутри нас, между мной и мной. Вот если вы так подумаете, да, и это наше и мужское, и женское, которое внутри нас разрывает. Хочу быстрых перемен, все надоело, хочу разрушить. Вот это, кстати, дает энергии солнечного затмения. Я хочу что-то новое, а другое. Куда ты лезешь? А что будет? А если новое будет хуже, чем то, что мы имеем сейчас? И, кстати, вот энергия перемен, все, закончить и начать новое, оно будет сильнее, чем энергия торможения. Но мы прекрасно понимаем и знаем, что помимо того, что всегда два раза в год существуют эти коридоры затмений, планеты между собой, они немножко меняются. Они же гуляют в разные стороны, в разные места ходят. Так вот, у нас есть такие планетки, которые, Сатурн, например, он еще ретроградный. То есть он немножко назад нас обращает. И все-таки в этот коридор затмений, в этот концентрированный момент больших энергий, он говорит, так, я на последнем издохе. Я 4 ноября выйду из плена и пойду вперед. Он дает возможность все-таки разрешить те вопросы, которые из прошлого мы не закончили. Это такие, знаете, как сказать, залакировать. И в этот коридор это будет очень хорошо сделано. Особенно, если это касается партнерских взаимоотношений. Первое наше партнерство, это мы сами с собой, а все остальное идете по кругу. Близкий круг, дальше, 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 дальше. И просматриваете, где кому что обещали, где кто вам что обещал, кого вы ждали с решениями этих вопросов. И, наверное, нужно уже что-то заканчивать. Если очень много лет или долгий период времени вам не отвечают, вычеркивайте из списка. Не тратьте энергию, не кормите эту энергию необязательных людей, либо не ваших. Вот такое у нас будет. Новолуние с солнечным затмением. 14 числа. Под покровами Богородицы. Вот, следующий. Вот весь этот коридор затмения еще в этот период времени. Почему у нас будет такая шатковалка, немножко напряженная. Статеечку я вам дайджест астрологически подготовила. Он уже есть, я думаю. Вот. Что будет происходить? У нас же еще и Нептун назад идет. А это планета, которая дает нам кучу сомнений. Кучу того, что надо помолиться, надо думать. Моя интуиция. А мы же помним, пока оно назад идет. Вот это наше, как я говорю, нептунианское растление. Вот, Нептун, пока я в ретрограде, то все наши состояния могут быть ошибочные. Особенно интуитивно-духовные. Поэтому мы можем не доверять партнеров. Мы можем самообманываться. Мало того, мы будем слышать очень много лживой информации. Но, кстати, среди лживой информации мы можем узнать и слухи, сплетни, разговоры. Мы можем видеть тех людей, которые этим живут и наслаждаются. И вот в коридор затмения это будет подниматься. Задача какая? Не агрессировать, не принимать все близко к сердцу. Главное, не заниматься самобичеванием в этой всей истории. А просто понимать, вы проходите по планетарной проходной. Вы идете, как в старом фильме «Золушка», когда пришла на бал. Она идет по лестнице, поднимается, цветы кривые все. Она их раз поправила, пошла дальше. Там полила, картиночку поправила. Знаете, по ходу идете и доделываете, доубираете какие-то нюансы. Это так же, как и людей, убираете, так же убираете отношения и реакции к ним. Наши реакции самые важные, самые ценные. Именно в этот момент времени мы отдаем просто бесплатно свою энергию, которая очень сложно восполняется. Таким образом мы доходим до полнолуния 28 октября. Его еще называют охотничьим полнолунием. Вы знаете, полнолуния очень много названий разного рода. То вот это полнолуние само по себе, оно такое, которое... Там у нас будет лунное затмение. А в лунное затмение у нас всегда на полную луну эмоциональные какие-то вот такие вот пертурбации происходят. С учетом Нептун тоже эмоциональный у нас, может дать нам неправильное эмоциональное решение. Вот все что угодно. Проживите эмоцию, проплачьте, пообижайтесь, проистерите. Потом пойдите умойтесь, руки вымойте, вода, вода, смой все, что я сейчас говорила. Ну, если так хотите. Вот, но в состоянии такого аффекта кому-то что-то высказывать или говорить о том, что ты козел или ты так, дура или еще что-то, нет смысла. В этот момент времени при наполненности, понимаете, эмоциональной, это сильная энергия, вы вот это отдаете. Если человек сам по себе нехороший, ну, можно сказать, ему все по барабану, он не воспримет негатив от этой энергии. Он эту энергию воспримет, съест ее, и для него это будет сила. А эта сила ваша будет в этом человеке. И получается, вы сами вскормили этого демона. Поэтому вот в этом нужна экология, экология отношения к своей энергии. Вот такой у нас получается планетарный эпид, это, как я говорю, проходная или коридор затмений. И всегда мы делаем из этого коридор собственных возможностей. Люблю, обнимаю, целоваю. Держите за нас кулачки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...